Ну видите, какая приятная и интересная церемония получилась. Но любители астрономии не сами занимаются, или выросли, не сами из коляски потянулись за другой. Много для того, чтобы это состоялось, и их любительское начало победило в натуре, и появились возможности заниматься, сделали и другие люди, предыдущие поколения, которые перед нами работали над этим, написали чудесные книги, написали научные работы, создали институты, обсерватории, которые все сделали для того, чтобы мы, любители, могли пользоваться вот этим всем, что для нас сделано. Мы можем позволить себе быть любителями, то есть увлечение свое культивировать, потому что за нас, до нас, и за нас была сделана база. И вот сейчас я хочу попросить на сцену выйти Ефима Павловича Левитана, великого педагога нашей страны, и теперь уже это можно сказать совершенно смело, заслуженного деятеля образования, доктора педагогических наук, автора астрономических учебников, которым половина, по крайней мере, из нас здесь училась когда-то. Игорь Павлович, между прочим, моего учителя, как я, Игорь Павлович, до сих пор считаю, я несколько лет проработал под его руководством в журнале «Земля и Вселенная», и эти годы считаю основной своей практикой как редактор. Я сейчас занимаюсь, работаю и в другом журнале «Вселенная пространство-время», но считаю себя и использую там, несу туда то, что меня когда-то научил Игорь Павлович. Игорь Павлович, спасибо. Ну, я хочу у нас начать со следующих слов. С праздником вас, дорогие коллеги! Вы знаете, что сейчас существует много всяких фестивалей, различающихся по масштабам и по тематике. Это знаменитые кинофестивали, музыкальные фестивали, танцевальные фестивали и так далее, и так далее. Но среди этого множества, я бы сказал, среди этого океана фестивалей, астрофестиваль занимает особое место и имеет свою нишу. Почему? Потому что здесь, на этом фестивале, собираются истинные любители науки о Вселенной. Вы знаете, скептик, послушав все это, скажет, «Ну, подумаешь, любители науки, сколько этих наук есть? Не пересчитать? Да, наук много, но астрономия у нас и у всех одна. И нет такой науки, которая могла бы с ней сравниться по значимости и роли, которую эта наука сыграла в развитии не просто отдельных личностей или отдельных отраслей науки или хозяйства, а всего человечества, всей цивилизации. Я напомню вам, что без астрономии трудно бы представить себе развитие и появление даже физики, математики, да и всего современного естествознания. Я скажу больше того. Развитие астрономии связано с становлением многих гуманитарных дисциплин и гуманитарных понятий, таких как этика, эстетика. Разве красота космоса не есть идеал красоты? Разве закономерности, которые мы видим во Вселенной, не есть образец для установления политического порядка в любой стране? Ах, если бы только следовали люди этому порядку. Поэтому мы с вами любим, знаем, необыкновенную науку, но это налагает на нас определенную обязанность. И когда со мной Андрей Остапенко обсуждал вопрос о теме моего выступления, я сказал не очень, видимо, понятную для него фразу. Я сказал, что я назову свое выступление «Важная миссия любителя астрономии». И вот сейчас я хочу расшифровать эти слова. Они означают следующее. Любитель астрономии должен быть ее пропагандистом. Любитель астрономии должен быть тем человеком, который вокруг себя создает любительские коллективы или хотя бы заинтересует этим одного человека. Вы знаете, кто заинтересуется этим более подробно, придет, может быть, на мое выступление, где я все это расскажу на примере линии собственной жизни. А пока еще раз вас поздравляю. Большое спасибо Эфим Павловичу. Это, правда, он не сказал об астрономическом образовании, о котором я подводил, почему, что мы обязаны и астрономическому образованию, и большой серьезной... Я не могу. Хорошо. Большое спасибо Эфим Павловичу за ту честь, которую он нам оказывает, приезжая сюда.